Всем привет! Сегодня мы приехали на красивый живописный залив Днепра и наконец-то уже половили классно окуня, настоящего весеннего злого окуня. Сейчас средина апреля, я думаю, как у него еще продолжается нерест, потому что даже сегодня попадались крупные самки с икрой. Но тем не менее, наконец-то он начал уже проявлять свою активность и начал клевать. Сейчас весной вся мелочь сбивается в заливы и окунь также следует за ним. Окунь здесь и охотится за мелочью, но также не листится здесь в камышах. Поэтому мы нашли небольшой заливчик, где есть много мелочи. Мы ловили там на поплопоппер очень успешно эту всю белую рыбу и также сегодня половили классно окуня. Спиннинг взял я на рыбалку сегодня Азура Эпика. Это ультралайтовый спиннинг в длине 2,15 с тестом где-то грамм до 7. Я небольшой такой обзорчик снимал по нему. Ну, кстрадик у меня всем известный, да, с 0,5 шнуром. Ну и, скажем так, на ультралайта таких окуней сегодня было ловить очень круто. Спиннинг сегодня на рыбалке показал себя как чувствительный. И таких окуней грамм по 200 им можно легко поднимать на мостик. Ну и также чуйка на высоте, все мощные удары. Там не то, что в руку, а там в пятку, в спинной мозг. То есть удочка прикольная даже так, чтобы ловить окуня на микроджих. Особенностью сегодняшней рыбалки было то, что нужно было выполнять проводку как раз в верхних слоях воды. Так как вся кормовая рыба окуня держится наверху, ну, в верховодку в основном он сейчас тут есть, наверное. И как раз верховодка держится сверху, окунь стоит под ней, а это при глубине где-то 2 метра. То есть если бы мы выполняли обычную ступеньку по дну, да, поклевок вообще бы не заработали. Ну, может они были бы какие-то минимальные. Поэтому я ставил грузик меньше, чем нужно. То есть здесь можно было спокойно ловить грамма на 4. В основном ловил я на 2 грамма. Ну, были моменты, да, четверочку все-таки и ставил, чтобы добросить до рыбы. Когда я видел какие-то всплески рыбы где-то подальше, куда 2 грамма просто не долетало. А четверку ставил и на четверку также удалось сегодня достать хороших, красивых окуней. Проводка, можно сказать, что это так называемый пелагический джиг. Ну, тот же джиг, только в толще воды. Я забросил приманку, не жду, там, пока она упадет на дно. А тут же начинаю делать ступеньку. То есть один оборот катушки или два оборота катушки. И тут же начинаются поклевки окуней. Потому что моя приманка также там где-то играла среди всех этих стай малька, на которого окунь и охотился. С весами 2,4 грамма спиннинг показал себя отлично. Тройку даже как-то и не ставил. Поэтому сегодняшней рыбалкой я остался доволен. Тем более, что мы половили красивых, крупных, мощных окуней. По приманкам у меня с собой сегодня оказалась всего лишь такая маленькая коробка с силиконом. Ну, потому что и рассчитывали мы на плоту сегодня, да. Сейчас я продолжу рыбалку на поплопопер уже. Но это уже будет другая история. И хорошо себя показала приманка от Crazy Fish. Это приманки, на которые я, кстати, уже делал обзор. У меня на канале недавно он выходил. Кому интересно, ссылку в описании на этот обзор я оставлю. Это приманки Crazy Fish Nanominow в размере 55 мм. Вот такой толстенький уже виброхвостик. С круглой пяточкой, тонким хвостиком он очень классно играет. Изначально рыбалку я как раз и начал на этот виброхвост в этом размере. Но случались холостые поклевки, были сходы. Я сделал вывод, что окунь не может захватить, пусть приманку не крупную, но для окуней в среднем 100-150 грамм, может быть, они хватали за хвост, охотились за кучей мелочи и сильно не хотели ее зажевывать. Поэтому сегодня я также хорошо половил еще на Crazy Fish Nanominow 40 мм. Именно в кислотном цвете ловил с утра, еще солнце не встало, поэтому кислота хорошо себя показала. Но эта приманка, наверное, самая-самая популярная среди всех приманок Crazy Fish. Многие ее знают, любят. И сегодня в очередной раз она показала свою уловистость. И фиг знает, как бы могла обернуться рыбалка, если бы я ловил на какие-то другие приманки. Ну, а по цветам три цвета у меня работало. Вот такой темный, болотный, потом зеленый ватермелон, ну и маленький в кислоте. Вот такие приманки в таких цветах. Эти приманки хорошо играют, даже на двух граммах, поэтому ловить на них было сегодня круто. Только кинул, только кинул. Нападение сразу же подобрал. Хе-хе-хе. Ох. Есть. Хе-хе. Красавчик, красавчик. Прямо уже недалеко тут от мостика взял. О. Есть, я кусок. Хе-хе. Ух. Такой тоже, блин, бандит. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хороший, хороший. Заглопил так. Хорошо. Ух. Ух. Такой. Красавчик. О, есть. Ребёшечка. Наноминов в кислоте решает. Ух. Хе-хе. 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 Ух. Хе-хе. О, этот такой пузатый еще. Нет, не рестился. Ох, есть. Ух. Очередной отушочек. Попался. Нет, хороший порядок. Хе-хе. 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 Есть, друзья. Ух, красота. Икуня, конечно, еще не летняя, блин. Так, до последнего не давят. Но, все равно уже вода, походу, прогрелась немного, на несколько градусов. И дают укуня хороший бой такой. Хе-хе. Сопротивляются. Круто. О, хе-хе. Вообще, под мостиком схватил тут. О. О. Я сейчас ловлю на силикон. Он на воблер ловит. Так, ну и как видите, успешно сегодня и та тактика, и другая. Хе-хе. 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 Вот сейчас поставил приманку. Покрупнее вернул, да? Наноминов большего. И есть сразу рыбеха. Ух. Окунь, судя по всему, хороший. Хе-хе. Ух. Смотрите, какой мордач. Ух. Ух. Вот такой красавец. Хе-хе. Узатый. Вот. Приманка покрупнее, да? И окунь уже покрупнее. Ух. Есть. Поклёвочка. А, этот окунь уже поменьше. Хе-хе. Поменьше, но крупный наноминов заглотил полностью свою пасть. Хе-хе. Ох. Хе-хе. Есть лапешок. Хух. Хе-хе. Вот такой красавчик. Сейчас точку поменял. Также приманку сменил. Наноминов, но в другом цвете поставил. И есть еще рыбка. Проклюнул. Вот есть. Ух. Ух. Еще один окушок. Ударил так классно. Ух. 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 Красавчик. Ух. Ух. Такой вообще классный. Хе-хе. Приманка как раз такая. Под цвет окуня. О, есть. Ух. Ух. Хе-хе. Класс. Ого. Еще один окушок хороший. Хе-хе. 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 Да. Класс. Видите. Шереманка покрупнее. А у меня вообще такие отличные. Отличные. Жилые. Хе. Хе. Красота. Красота. Хе-хе. О, есть. Хе-хе. Класс. Очередной заброс. Здесь сидит. Здесь сидит окушочек. Не такой крупный. Но взял сразу на падение. Только я забросил и тут же почувствовал мощный удар. Ух, есть. Хе-хе. 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 Класс. Хе-хе. О, это хороший такой акушара. Хе-хе. Увидел я там малёк. Разбегался. В стороны. Туда сразу кинул. И вот такой красавчик. Сразу же сидит. Хе-хе. Хе-хе. О, есть ещё один окушочек классный. Хе-хе. 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 Сейчас грузик я побольше поставил. Четыре грамма. Бурака красная, как видите. Хе-хе. Ну, приманка та же у меня. И вот такой ещё один. Красавчик позарился. Хе-хе. Есть ещё один окушок. На ту же красную чебураху. Хе-хе. 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 Ага. Сейчас видно приманка поглубже стала опускаться. И кто-либо проклёвывает. Тое вот красивое сочетание красной чебурахой такой. зелёной приманки. Вот есть ещё один у нас красавчик. Хе-хе. Хе-хе. Ух. Кому понравилось видео ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте ваши вопросы, как обычно. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Кому интересно на эти наноминов, хотя я уже оставлял ссылку в описании. Оставлю. Приманки классные. Стоят недорого. И работают во всех, в любых условиях. Можно даже только наноминов, например, с собой брать. И всегда быть с уловом. С вами был Павел, канал Рыболов.ua. Всем пока, друзья. Увидимся на рыбалке. Ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok